Привет! Э-э-э, Требуарно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Дэн через донатик, за что ему огромное спасибо. Попустил меня посмотреть ролик у России 23, который называется «Новогодний стол». Давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Это Вячеслав, он сидит за компьютером и ш... Что? Это, по-моему, со стороны другого уже. Я смотрел вот недавно «Новогодний стол» 2023. Вот. И это у нас уже какой-то другой год. И первый раз я вижу, чтобы повествование шло от лица черта. Кто-то в нем делает. Ты про меня видео снимаешь? Ты про меня видео снимаешь. Эта фраза точечнее объясняет, почему у Вячеслава до сих пор нет девушки. А монтировать кто будет твое видео? Ну ты. Ну ты. Монтируешь. Автор книги «Я не подал виду, когда меня снимала гнида». Что? Сука. Хорошо. Хорошо? Вячеслав необычный парень. Он ходит по комнате и при этом наступает ногами на пол. Ты если не придумал, про что снимать не надо? Мы решили провести расследование и обратились к архивам. Изучив старые снимки, стало очевидно, в детстве Вячеслав был ребенком. Гениально, нафиг . эээ скажи.. Это Вячеслав, он.. Он не помогает брату.. Квентин для чертилы? Там разбираться в комнате и украсить ее там к Новому году, допустим. За это? Это Вячеслав! Он не помогает брату там убраться в комнате и украсить ее там к Новому году. Какого х*** Вячеслав? Допустим, мы уберем в комнате. Ну вот, уберем, будет чистота, пустота. Как мы отличим комнату от твоей головы? Ну, типа, мы можем начать праздновать Новый год у тебя на голове. И чем мы там украсим рога? Гении. Это Владимир Лид... Забрал. До археологии на этих кадрах он готовится к очередным раскопкам и погружению в неизведанное. В кладовку за ёлку сейчас полезу. Тут, не тут она. Вообще не помню, когда я засовывал. Вообще не помню, когда я засовывал. Владимир в очередной раз напомнил, что у него нет девушки на протяжении... За профессионализм в археологии Владимира уже прозвали шляпой Индианы Джонса, ведь он часто падает. Хрис, а чёрт. Владимир по-настоящему ранен. Наша съёмочная группа в срочном порядке снимает покрупнее. Ты чё, ебану? Наша съёмочная группа в недоумении. То ли Владимир действительно поранился, то ли у него начали прорастать молочные рога. Парень вновь на... Считаю, что растущий рог коренной. ...правляется на поиски ёлки. В археологии Владимиру нет равных. Он долгие годы изучал древние пещеры по учебнику про хороша ляпина. И вот первый артефакт, добытый археологом. По словам историков, такие предметы использовал древний Владимир, так называемый Homo Dobble Sapiens, или... ...человек с волосами ходящий. Эти предметы использовались в быту. Наконец, в раскопках Владимиру улыбнулась удача. Нашёл, слышишь? Неизвестная находка... Так она прям-то с краю лежала, нет? ...археолога под конец 2020 года. Не лучшая новость, поэтому мы решили на всякий случай законсервировать пещеру. Нормас. Выпустить Владимира из заточения мы согласились лишь при одном условии. Здравствуйте, Владимир, расскажите, что вы делаете? Сижу как будто в танке. Только нереалистично получается. Действительно больше похоже на чертолёта, если бы Владимир играл в War Thunder. Ведь War Thunder это самое махе сражение, возможность пробовать кораблей решение. Ну что, Владимир, чем вы займётесь, когда выйдете из кладовки? Ебу тебе, блядь. Владимир принял решение встретить Новый год в кладовке. Я хорошо буду играть в War Thunder. Заебал. Ха-ха-ха-ха, сука. Открывай. И вот... Чёрт, кого нельзя называть. Вован-дем-ворд. Поскупки окончены, из пещеры извлечены артефакты и чёрт и выгода. Наконец-то эта, блядь, хуйня закончилась. Владимир процитировал продюсера Дома-2 и сразу направился в комнату, чтобы создать атмосферу праздника. У парня есть традиция для поднятия настроения. Перед Новым годом Владимир смотрит фильм Один дома, а после чистит историю браузера. Скрывает исторические факты своего браузера. А почему нет? Какой нахуй браузер? А почему нельзя смотреть Один дома, не понял? В дизайнерском искусстве парню нет. Или это типа смотрит Один дома, он Один дома. Равных гений продумывает украшение помещения до мелочей. Так, вот тут ёлка будет, тут гирлянды, тут долбоёб. В дизайне новогодней ёлки Владимир использует принцип своей головы, украшая её лишь с одной стороны. Все будут приходить вот так, могу догадывать, что ли? Наряжать ёлки в России начали по указу царя в 1699 году. Владимир соблюдает это правило, потому что боится Петра Первого. Ведь однажды он был найден у юного Владимира в кармане, за что он выхлопил от родителей. Сигаретки? Это нахуй вообще не моя пачка была. Мастер прокура на гаражах и паркура за гаражами. А покура? После установки символа Нового года Владимир организует его безопасность. Только попробуй её нахуй, как в прошлом. Впервые начал разговаривать с котом до Нового года. Как бы, блядь, перевернуть нам? Владимир начал разбрасываться угрозами, несмотря на присутствие нашей съёмочной группы. В эксклюзивном интервью запуганная... Жертва рассказала, Владимир не первый год. Подвыпив, сам роняет ёлку, а после скидывает вину на сожителя. И не убегает. По словам пострадавшего, Владимир завидует его волосяному покрову. Сосед живёт в постоянном стрессе, чтобы успокоиться. Он не раз просил у Владимира валерьянку, но изверг не хочет делиться медикаментами. Смотрите, какая милая. Какая нахуй валерьянка? Руки Владимира в период самоизоляции пострадали сильнее, чем малый бизнес. Помосился тут по всей квартире, блядь. Владимир решил продолжить украшение комнаты. На, на, шарики, фонарики, развезь, блядь. Наша съёмочная группа не подвела гениального дизайнера. Однако после традиционного «раз-два-три, ёлочка-гори» подгорать начала у Владимира. Ты это, блядь, украсил, блядь, помог? Чёрт. И вот к Владимиру пришли первые гости. Вместе они начали создавать новогодний стол. Сука. Руки охуели. Этой фразой Владимир подвёл итоги очередного года без девушки. Этот год стал переломным в вопросе отсутствия девушки. Тарамотычо. Кулинарной книги. Ранее парень не раз жаловался на эту проблему. Блядь, шланг постоянно падает. Шланг постоянно падает. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Фрагмент видео с печалью Владимира о падающем шланге вдохновил сотни людей по всей стране, которые поддержали парня. Блядь, шланг постоянно падает. Владимир объединил сотни падающих шлангов по всей стране. Люди создали тайное сообщество шланга масонов. По словам лидера секретной организации, только вместе они смогут поднять шланг с колен. Могут поднять шланг с колен. Какие нахуй шланга масоны? Ты ебала нахуй? Либо шланг плеера, я думаю. Шланг плеера. Владимир вместе с гостями начал накрывать новогодний стол. Парень весь год прокачивал свои кулинарные навыки, чтобы к новому году разгадать секрет идеального блюда. Салаты, блядь, в супермаркете взял. От души, души. На новогоднем столе Владимира есть все и оливье, и курочка, и холодец, который он не успел согнать с боков за год. Чипаешься, блядь? Выставив все блюда на стол, гений кулинарии добавляет секретный ингредиент. А теперь это ей, да? За год наблюдения нашей съемочной группой за Владимиром хотелось бы процитировать классика Что в переводе обозначает «Сколько черта не корми, все равно это Владимир». Компания села за стол, наполнила бокалы и тут же прозвучал бой курантов. Наша съемочная группа искренне верит, что все плохое останется в 2020-м, и в 2021-м все будет совершенно по-другому. Смотри, пошли смотреть. А у вас свои салюты есть? Аху, брать свои салюты, когда чужие посмотреть можно. Вячеслав, в 2021-м он так и остался чертом специально для «России-23». В жизни не черт, только специально для вас. Блин, шикарный ролик, как обычно, у России получился «России-23». Огромное спасибо им за поднято настроение. Огромное спасибо моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Риборн. Спасибо за просмотр. Пока.